Здравствуйте, уважаемые Ивановцы! Сегодня вновь в студии, в передаче «Диалоги с Ивановским депутатом». У меня в гостях Есаулов Андрей, член Коммунистической партии Российской Федерации. Попрошу не путать с коммунистами России, которые созданы для того, чтобы оттягивать голоса, как я думаю, у хорошей, нужной партии. И Денисов Леонид Александрович, депутат Ивановской городской думы. Сегодня мы постараемся поговорить о прошедших выборах. Как Андрей видит, как я вижу, чем-то поделимся своими взглядами на то, что произошло. Давай, Андрей, пробуй рассказать зрителям, как с твоей точки зрения прошли выборы. На мой взгляд, мы живем в такой парадигме, которую власть создала. Вы умрете сегодня, а мы умрем завтра. Потому что так хоронить парламентаризм, как у нас хоронят он на протяжении 20 лет, даже представить сложно. Когда, допустим, даже в государственную думу, на уровне ее принимаются единогласно такие законы, такие проекты, такие авантюры, которые народ в основной массе своей не поддерживает и не восхищается ими. Давай оставим пока Государственную думу на критику других депутатов. Давай поговорим об Ивановской области. Меня интересуют, и зрители, я уверен, те выборы, которые прошли. Как ты относишься конкретно к созданию равных условий для проведения выборов в Ивановской области? А кто-то их создавал, я вот что-то не заметил. Если мы посмотрим, как вешали баннеры, даже партии, которые не особо даже назвать оппозиционными нельзя, и то у них их снимали. Они были очень удивлены, как-то сняли. Планировали какое-то мероприятие, покататься на квадроциклах, им дорогу перекопали. И эта партия вовсе не оппозиционная, которая как бы позиционировалась как оппозиционная. А если уже говорить все-таки о тех, кто... Не хочешь назвать эту партию? Да, назвать ее можно, это партия «Новые люди». То есть как бы не особо оппозиционные мероприятия. Вроде бы и партия-то не особо действительно оппозиционная. И тем не менее, вот этот баннер и сняли вопрос, зачем? Они что боялись? Что они наберут не 3,90%, а наберут 5,5%. Видимо, этого и боялись. И опять же, целесообразность какая? Вот когда сейчас мы видим, что губернатор набрал больше 80%, партия власти более 60% с лишним. То есть, ну, это как? Ну, по-моему, любой здравомыслящий человек понимает, что реальные рейтинги, реальные, как бы, народу предпочтения, ну, даже близко с этим не стоят. То есть, для чего? Смотри, ты считаешь на данный момент, вот с зрителями делимся своими впечатлениями, что не созданы равные условия при проведении выборов в Ивановской области. Это первый тезис, который ты отмечаешь. Однозначно. Даже по встречам с депутатами, когда, допустим, любые мероприятия КПРФ запрещаются, ссылаясь на ковидные меры, которые уже, в принципе, я не знаю, почему они остались. И тоже они остались выборочно. Касается, допустим, КПРФ. Единая Россия проводит любые мероприятия, любые встречи в любых коллективах. Вот, кстати, уважаемые зрители, уважаемые ивановцы, я полностью согласен. У нас совершенно разные партии. У Андрея, значит, коммунисты, КПРФ, прошу не путать еще раз. Вот. У меня справедливая Россия, патриоты за правду. И я вот полностью с ним согласен. В Ивановской области не обеспечены, даже близко не обеспечены равные условия для осуществления выборов. Я участвовал в этих выборах очень активно. Я полностью посвятил свои три месяца процессу выборов. И что я увидел? Я увидел ужасающую картину неравенства. Ужасающую картину, которая у нормального человека не укладывается в голове. Андрей правильно говорил, нам запрещали даже одиночные пикеты, ссылаясь на указ губернатора, который якобы до сих пор действует о ковидных мероприятиях. Нам запрещали встречи с избирателями, поскольку, опять же, ковид, опять же, нельзя. Нам просто не согласовывали документы. У нас не размещали баннеры, потому что у всех фирм, которые осуществляют наглядную агитацию распространения рекламы, договоры с администрацией города Иваново. Закончились все места в раз. Да, все места в раз закончились. Причем самое смешное, я позвонил в Москву, я говорю, ребята, дайте мне место, я готов деньги заплатить. Мне говорят, во, мы вам направили, и там, значит, из 40 мест, из 40, мне направили 40 мест, из 40 мест было свободно 20. Когда я начал вести уже переговоры, мне сказали, о, так у вас политическая реклама? Я говорю, да, политическая. Мне сказали, обратитесь, пожалуйста, в фирму Тайфун в Иванове, она как раз работает по этому профилю. Я говорю, так я с вами хочу. Мне говорят, нет, вот через Тайфун. Я позвонил в Тайфун, мне говорят, слушайте, а мест нет. Я говорю, так вот у меня список лежит, так это был вчера. Вот так вот, уважаемые, нам предоставляли возможность проводить агитационную кампанию. Хочу отметить, что Единая Россия начала свою агитационную кампанию задолго до официального разрешения. Вот скажи мне, что тебе бросилось в глаза в процессе проведения Единой России, своей агитационной кампании подготовки к выборам? Что ты считаешь наиболее больно ударило по всем остальным партиям? Ну, на мой взгляд, здесь в первую очередь удар пришелся не по партиям, а по согражданам, которых мучили, заставляли приходить на эти собрания. Какие собрания? А когда на предприятии, в коллективе всех собирали, и вот придите и послушайте. Там вот мы смотрим некоторые такие собрания, вот стоит кандидат, улыбается в 32 зуба, азиат-люди и ждут, когда-то нахрен все изображение закончится. Прям взгляд, самое бесчеловечное отношение было не между партией к партии. Это нормально, это конкурентная борьба, даже если она не особо честная, но конкурентная. А вот отношение к согражданам, на мой взгляд, свинское. Мы можем посмотреть просто фотографии, которые вывешивали сами кандидаты от Единой России, где они посещали предприятия, и когда же иногда писали, а что же вы не посещаете предприятия, вы посмотрите на работников. Там работники сидят из-под палки пригнанные. Мы пытались, кстати, посещать предприятия, нам не согласовывали мероприятия. Вон у меня в партии пачка лежит, заявок на это дело. И нет, ничего нет, вы понимаешь? Я больше скажу, я увидел, что Единая Россия обнаглела в конец. Единая Россия. Сказалось, больше некуда. Да, уж больше некуда, вроде бы. Уж мы все повидали. Очередное дно пробили. Да, очередное дно пробили. Так вот, ладно, агитация. Мы уже, в общем-то, вам сказали свое мнение по этому поводу. Причем я писал жалобы. У меня лежит, написано 4 жалобы в различные инстанции. Вот они. Вот, полюбуйтесь, уважаемые. Сейчас я готовлю исковые заявления. Я думаю, что мы посудимся вплоть до Верховного суда. Что-то мне подсказывает, что у меня есть шансы победить. Не единую Россию, но избирательную систему Ивановской области я постараюсь взбодрить. Чтобы она не забывала, для чего она существует и готовилась к 2025 году. Я в этой жизни мало чего боюсь. И уж тем более не боюсь никаких претензий с их стороны. Так вот, значит, мало того, что не дали ни одной партии коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия. Новые люди просто не дали провести избирательную кампанию и агитацию за свои платформы. Так Единая Россия схитряется каждый раз к любым выборам менять правила игры. Когда я увидел лепестковую нарезку, ну, блин, ну вот просто нет слов. Найди своего избирателя. А вопрос, а как после выборов избиратели найдут своего депутата? И где? Да. И как депутат будет родить за деревню, в которой там десяток домов, когда у него есть в городе часть города? Вот я тебе могу сказать по своему участку. У меня село Чернолеченское было, Шилыковское сельское поселение. Значит, там в связи с лепестковой нарезкой совершенно свои нужды, совершенно свои требования. И город Иваново, Фрунзенский район, в котором, на минуточку, 28 тысяч. 28 тысяч. То есть, куда депутат запустит свои, значит, основные мероприятия? Конечно, во Фрунзенский район. Для кого это сделано? Непонятно. А вот теперь мы с тобой перейдем к ошибкам наших лидеров. Почему? Потому что мы открытые партии. Мы, в общем-то, с тобой считаем, что люди должны знать правду. Ты знаешь, я когда пришел впервые в КПРФ, мне тоже сказали, у нас допустимы критики. Я так думаю, вот это да, вот это демократичный подход. Но спустя некоторое время, когда критика началась, сказали, нет, 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 критика допустим, но только внутри партии. Без выноса, как бы, получается ссоры из СБ. Хорошо. Мы не будем ссоры из СБ выносить. Вот давай просто ты, как партийный человек, поделишься впечатлениями о том, как именно лидер партии. Потому что у нас, по большому счету, итоги выборов определяет лидер партии. Как он настроит своих друзей, какую соберет команду, найдет ли финансирование, как расставит свои силы. Как ты думаешь, все ли им сделано, вот твоим коммунистам? Не, ну знаешь, такая ситуация, я бы сделал лучше. Я, к сожалению, может быть, к счастью, не знаком с той ситуацией, с которой был знаком он, когда он расставлял на самом деле кандидатов. Потому что, допустим, я должен был идти по четвертому округу, хотя я до этого все время работаю по девятому. Но на моем округе была Ирина Коростылева, довольно сильный кандидат. Я очень рад, что я был не на девятом округе, потому что меня, как ты знаешь, сняли с четвертого округа. И все это время я работал по девятому округу, помогая Ирине. Потому что я видел ее команду, люди, которые действительно работают, хотят работать. Но опять же, там были ситуации абсурднейшие, до криминала буквально. Когда ее преследовал нынешний депутат и кандидат в депутаты по этому округу от Единой России. Это кто? Товарищ Торопов. То есть, опять же, она вызвала полицию, потому что она заблокировала выезд из деревни. Приехала полиция, с ним общалась. А есть, к нам, ну, выезжайте, разведем вас в разные стороны. Она говорит, я поехала, по ходу прибавила, смотрю, несутся с бегалкой за мной. Думаю, что случилось-то? Останавливаюсь. Останавливается Торопов, старается сотрудничать ГИБДД. Я вхожу, говорю, что случилось? Он говорит, я не знаю, наш сотрудник просто уез за вами следом. Я не понял, что сотрудника похитили? Он говорит, да нет, я могу сработать. То есть, история была веселая, да? Да, я как бы думал, это кто-то будет освещать, но все сказали, ну, нет, нет, мы это не будем освещать, потому что вдруг он победит. Я говорю, ну, а как? Ну, давай, вот ты свалился в частности и так и не ответил на вопрос, а как ты все-таки считаешь, все ли резервы? А я не совсем в курсе, какими резервами обладал обком и мог обладать, но он как минимум, я считаю, допустим, снятие кандидатов с выборов, даже за какие-то, я не знаю, серьезные проступки, как, допустим, дисциплинарная у нас партийная дисциплина, вот, допустим, я был снят, еще товарищи. Но наказать, возможно, что-то надо, но ты же наказываешь не в ущерб делу партии, а что такое снять кандидатов с выборов, с округа, и ты его не можешь заместить. И что получается, округ проседает. В результате у нас несколько кругов без кандидатов от КПРФ. Так это как? Это победу просто взять и подарить единороссу. Ну, по идее, да, если ты не закрываешь округ, это заведомо ты отдаешь его кому-то. И ведь надо же понимать ситуацию, ты не отдаешь не только мандат, у тебя падает процент по округу, а если падает процент по округу, падает общий. Ну, как можно было допустить, чтобы КПРФ заняли третье место, чтобы ЛДПР обошли? Да, никогда такого не было. Но у вас оттянули очень здорово так называемая партия коммунисты России. Вот я посмотрел, они у вас... Ну, департамент внутри политики не зря вкладывается. Да, они отняли у вас 5%. И мне рассказывали избиратели, которые приходили на участки, что когда приходила бабушка, где тут коммунисты-то? Ей прямо тыкали пальцем, ну или говорили, вот там по списку, вот посмотрите, они были выше вас по списку. Да, да, да. И вот поэтому, конечно же, они оттянули у вас голоса. Так бы ЛДПР даже в этой плачевной ситуации не смогло вас опередить, это совершенно для меня очевидно. Не могу согласиться. Когда с людьми говорили, мы тоже говорили, вот ЛДПР просядет, умер их лидер, а это партия вождительская, я согласен. Но, изначально, давайте скажем честно, но это может быть мое субъективное мнение. Я вот посмотрел на тех кандидатов, которые уют в ЛДПР, в основной массе это достаточно сильные кандидаты, люди, которые работают на округе. Причем работают там не гладко, там есть очень жесткие моменты, где их не принимают даже где-то граждане. Ну, как я понимаю, граждане заточены под одну партию, но они продолжают работать. То есть, это люди, которые из выборов выборы, они не просто пришли на выборы, они работают на округах. И это приятно видеть. Ну, может быть, потому что я вот в курсе немножечко, очень опять же, краем глаза по ЛДПР. Она, кстати, на контакт не идет, мы с тобой можем разговаривать, а ЛДПР с нами не хочет общаться от слова совсем. Видимо, их лидер Шелякин запрещает сотрудникам своей партии высказывать людям правду. Ну, это, как говорится, его мнение. Так вот, у нас в Думе сейчас имеется один представитель, как положено, партии ЛДПР, значит, Витя Лисицын. И вот мы с ним общаемся, ну, не скажу, что часто, но общаемся. Очень активный молодой человек, очень такой, ну, амбициозный, грамотный. И что вы думаете, его так же, как тебя, сняли с округа? Хотя он его вытоптал, понимаешь? И, конечно, это не явилось для ЛДПР как бы основоопределяющей. Но вот у вас в партии и в ЛДПР вот эти моменты присутствуют. А вот в нашей партии «Справедливая Россия» такого не было. У нас такого не было. От слова совсем. Почему? Потому что Попов мне конкретно говорит, хочешь, выбирай округ, выбирай любой. Причем он говорил это на нашем собрании совета. И все распределялись. Ну, вот я захотел, допустим, Покохме. Мне сказали, нет, вот Покохме все-таки нельзя, потому что там свой депутат есть действующий. Ты давай найди себе что-нибудь другое. Я понял, почему, как говорится, я Покохме не работал. Просто я знаю, что там меня еще помнят. Ну, все, да, что тут это самое. Александр Морозов, по-моему, у вас там. Да, Саша Морозов. Вот. Он не избрался. Но, и я ведь на 100% не был уверен. Поэтому, как бы, вот этой бяки у нас в партии не было. Но у нас были другие огрехи. Очень сложно, уважаемые ивановцы, обсуждать работу лидеров. Почему? Потому что это как раз из серии, а вот если бы я там был, я бы сделал все по-другому. И все было бы совсем иначе. И все было бы совсем иначе. Так вот, наши лидеры действительно ответственны за то, что произошло на политической площадке Ивановской области. Пусть не все зависело от них, но ответственность, естественно, всегда на лидере. Они решали, как вести избирательные кампании, кто, где должен быть. Они это решили. Результаты, вы видите, результаты плачевны. Я считаю, что плачевные результаты вызваны не только их действиями, а даже, скорее, в меньшей степени их действиями. Почему? Потому что у нас не было обеспечен основной конституционный принцип. Принцип равенства в проведении избирательной кампании. Единая Россия беззастенчиво, вообще ничего не стесняясь, использовал административный ресурс. Я видел десятки, если не сотни, репортажей, где представители администрации ведут за ручку кандидатов на встречах с гражданами. Эти кандидаты обещают там чего-то. Просто селфи-маршруты по городу. Да, селфи-маршруты по городу. Шарыпов таскает. Начальник управления ЖКХ. Значит, замы Шарыпова таскают. Производятся встречи в школах. Вот это все, что я вам перечислил. Мы и коммунисты были лишены полностью. Политтехнологи говорят, первое, что вы должны обеспечить, это узнаваемость кандидата. Вот Единая Россия, вот таким варварским поведением, она обеспечила узнаваемость своих кандидатов. Это я еще не говорю про деньги, которые были затрачены на избирательные кампании. Ну, давай на что еще обратим внимание. Вот, допустим, у нас, опять же, осылающий на Кинишеву, на более активный, там достаточно мощный такой был депутатский корпус, на самом деле. Сейчас его, конечно, к сожалению, не сохранили. И там была ситуация, когда наши депутаты вкладывали средства депутатские в ремонт школ. А потом, когда пришла пора прийти и принять этот ремонт школ, им отказали. Я видел это в газете. Это ужасно. Так, депутат все, что можно, вложил, сделал хорошо в школе. А ему сказали, нет, посещать школу нельзя. В то же время мы видим ситуацию, когда приходит кандидат в Единой России, никакое отношение не имеющее к этому стройке, к этой школе. Но его сфотографируют, чуть ли не в обминку с мэром. Вопрос, это как? Уважаемые Ивановцы, я вот все время поражаюсь. Неужели вы действительно верите, что такие кандидаты, которые были назначены, я даже это выборами не называю, они были назначены на должности депутатов Ивановской областной думы. Неужели вы думаете, что они будут работать в ваших интересах? Вы посмотрите, кого поназначали. Ведь ни одного человека, который действительно радеет за народ, там нет. И вы думаете, что после этого ваши права будут защищены? Ну, как-то мне это вот, ну, очень серьезные сомнения у меня возникают. В счетом количестве тех, кто пришел, проголосовал, проголосовал за партию власти, это достаточно небольшое количество, на самом деле. Да, кстати, вот давайте тоже, почему еще такие результаты-то? Уважаемые мои, у нас, значит, в Ивановской области проголосовала треть, то есть две трети отказались голосовать. А я скажу, почему. Я вначале начал, ты подумал, что я в большой политике, говорю, нет, не в большой политике. Партия ведь это лицо партии. А когда партии единогласно что-то голосуют, люди говорят, а где же оппозиция-то? Все голосуют одинаково. Соответственно, падает доверие оппозиции. Если ты правильно заметил, если до этого какие-то вопросы ключевые поднимались, чьи-то права отстаивались, то сейчас все это свелось в какой-то, не скажу, плохой слов, имитации борьбы, но это имитация получается. И то, что вот сейчас выборы пошли с таким результатом, на мой взгляд, это как из цикла мгновенной кармы для руководителей наших региональных отделений КПРФ и спрерыва России. Как это ни грустно, ни печально звучит, а спрерыва России вообще не попала очередной раз, скажу. Ну, предыдущий раз были, до этого опять же не были. Это о чем говорит? А работа-то ведется достаточно слабо, и ее граждане воспринимают как будто это имитация. Продолжая про роль лидеров наших партий на выборах, Попов повел себя по-мужски. Но он проиграл выборы вчистую, он, потому что он ответственен за результаты. И он сказал, все, ребята, я свою политическую карьеру закончил. Я, видимо, ошибся, я напортачил, поэтому я слагаю с себя полномочия регионального лидера справедливой России. И действительно, мне очень нравятся статьи Мокрецова, которые пишут, и я с ним согласен, что справедливая Россия нужно обновление. Справедливая Россия должна занять свое место, то, которое ей принадлежит по праву. Я вижу такие возможности реализации, восстановления легитимности справедливой России через правовые механизмы. И я их использую на полную катушку. А Попову я благодарен. Почему? Потому что под его руководством я увидел, как крутятся эти колесики. И мужик-то, по большому счету, вот могу вам сказать, достойный. Жаль, что он уходит на такой минорной ноте. Но поступил правильно. Ну, знаешь, я честно скажу, я первого секретаря обкома Александра Дмитриевича не ожидаю каких-то таких действий. Почему? Потому что всю вину за провал. Было 7 мандатов у нас, сейчас только один. Не могу взвалить на него. Тут надо разбираться. Мы же видели, что творилось по ночам. Когда 8-9 идут выборы, ночью мы, я сам член УИК, я отсутствую. Приходим, а там что, чего, попробую отгадать. Поэтому здесь, как бы сказать, что он должен снять с себя полномочий, я не могу сказать. Здесь надо все-таки смотреть, насколько его вина, если она на самом деле. Я ведь не настаиваю, ты понимаешь. Мы сейчас с тобой обмениваемся мнениями. Вот то, что я считаю, Попов, я сказал. То, что ты считаешь по своему лидеру, что можно, сказал ты. Так вот, уважаемые ивановцы, вот так весело у нас шла предвыборная агитация. Но когда Машкевич выпустил свою статью, в которой указывал, что от нас спрятали 222 бесплатных места о наглядной агитации, о чем можно говорить, а когда я начал проверять это дело, оказалось, что три четверти мест вообще физически отсутствуют. И вот продолжая, значит, наш разговор о выборах, хочу вас предостеречь, уважаемые ивановцы, от того, чтобы вы расценивали наш диалог с Андреем, как плач Ярославны. На самом деле нет. Мы анализируем свои ошибки, мы их понимаем, мы видим злоупотребление со стороны единой России, и мы будем с ними бороться. Мы борцы, мы не плачем, мы все равно победим. Пусть ресурсы у нас несопоставимы, но тем не менее. Да, и кстати о ресурсах ушло, если на то пошел разговор. Вот по слухам, по слухам, значит, неподтвержденным, я хочу поделиться с вами той суммой агитационной, которая была направлена различными партиями на избирательную кампанию. Вот справедливая Россия, наверное, где-то около пяти, по слухам. Значит, коммунисты там 6-7, ЛДПР 10, а вот единая Россия направила на свою кампанию 200 миллионов, как поговаривают. Понимаете? И когда начинаешь сравнивать эти цифры, понимаешь, что они несопоставимы. А в большей степени административный ресурс, который не имеет законодательного обеспечения, законодательных тормозов. То есть, вот когда я увидел неприкрытую агитацию Единой России, я написал жалобы в ТИК, в областную избирательную комиссию, в прокуратуру. Никто не смог их остановить, понимаете? У меня осталась еще одна возможность идти в суд. Я обязательно ее реализую. Материалы у меня подготовлены, вот они лежат. Значит, хочу сказать, что моя избирательная кампания, вот лично моя, прошла удовлетворительно. Я благодарен всем, кто проголосовал за меня. Ни много ни мало, это 860 человек. Это моя надежда и опора на будущих выборах 2025 года. Я думаю, что к этому времени справедливая Россия восстановит свои позиции. И мы будем бороться за людей. Мы будем помогать людям жить, помогать справляться с беспределом чиновников. Мы будем говорить людям правду, что не делает сейчас та власть, которая у нас находится наверху. И очень зря она от этого отказывается. Вера людей, она может горы свернуть. Мы это очень ярко видели по Советскому Союзу. Это да, я вот, значит, эту цифру назвал. Ну, условные такие, что, допустим, КПРФ там 6-7 миллионов, а 1 Россия 200. То есть, получается, если КПРФ, ну, я утрирую, на условные 20 округов потратила 7 миллионов, а здесь больше Единая Россия потратила на каждого кандидата, чем КПРФ, на весь регион. Ну, то есть, ну, это как сопоставить? Никак. Даже близко не сопоставить. Ты знаешь, это сопоставить невозможно. Я, опять же, уважаемые зрители, к неравным условиям. Если неравные условия, то неравен и результат. И мы это видим. Но мы также видим протест граждан. Граждане не уважают действующую власть. Граждане не хотят не иметь с ней ничего общего в Ивановской области. Я не хочу сейчас говорить за всю Россию. У нас с вами полигон, это Ивановская область. Да, но один из видов протеста, это люди не ходят на выборы. Они не доверяют ни власти, ни этой выборной комиссии. Они видят, что власть для них ничего не делает. Ведь если почитать... И ведь голос будет украден. Просто полгонально украден. Да, да, да. Но я хочу сказать, уважаемые, если вы не ходите, то вы позволяете украсть свой голос. Вот понимаете? Ну да, даже исходя из того, что если Единая Россия затратила такую колоссальную сумму и партию вкладываюсь, это для чего? Для того, чтобы получить голоса избирателей. То есть, все-таки голоса избирателей значит все. Если мы можем прийти проголосовать, мы выберем своего кандидата. Но если мы в знак протеста не идем, то выберут другие. Мы не один раз говорим о том, что именно народовластие, именно любовь народа, именно доверие народа отражается в результатах голосования. И по результатам мы видим, что доверия нет. К сожалению, я должен сказать, что доверие отсутствует к любой партии. В этой избирательной кампании столкнулся с запретительной работой закона при проведении агитации. Уважаемые Ивановцы, вы даже не представляете себе, что кандидат не может ничего вообще, вообще ничего при проведении агитации. Вот здесь нельзя заночок с партией повесить, поскольку эта фотография будет размещена на сайте госуслуг. Госуслуг нельзя. А вот здесь нельзя, значит, чтобы у меня отец генерал стоял. Нельзя. А вот почему вы в форме, а форма, оказывается, сейчас тоже создает неравные условия. То есть законодательство настолько запретительное, что даже диву даешься, как... Почему вы думаете, нет дебатов? Вот почему вы, Ивановцы, говорите, у нас вот нет дебатов, как же нам определить, кто прав? Все очень просто. Ни одна партия не может говорить про другую плохо. Это записано в законе. Как это, как это можно понять? То есть как можно тогда критиковать партию в период избирательный? А критиковать нужно, потому что они не реагируют вообще. Я общаюсь с Единой Россией у себя в Думе. Ноль. Стена бетонная. Результат. Неубранный город. Вот, дорогие мои, к чему приводит в том числе и то, что вы не являетесь на выбор. Было написано на кольце у царя Соломона. Вот такой у нас библейский персонаж был. Не вспомнишь? Нет. А я тебе скажу. Это не библейская история, я с ними знакомлю. Так вот, уважаемые Ивановцы, на кольце царя Соломона было написано, и это пройдет. Понимаете? То есть богатейший царь всех времен и народов, по крайней мере того периода жизни, той истории, понимал, что все проходящее. Сейчас мы находимся с вами на очень спорной спиральке развития нашего государства. И наше движение вниз, оно должно остановиться. Оно обязано начать движение вверх. Но без наших усилий этого не случится. Я боюсь, что без наших усилий мы можем соскользнуть в пропасть. Мы и так уже много чего наворотили, и хотелось бы, чтобы хотя бы наши дети жили при нормальном правовом государстве, управляемом волей народной, как в Конституции записано, а не волей отдельных чиновников.